Некольки предприемства Могилёва переходят на белорусском умные назвы для своих андлёвых марок. Так, под новым имем уже выпуская продукцию предприемства Мясо Перепрацовки. Знаходится у пошуку новой белорусской назвы и вядомая швейная фабрика. На какие экономичные дивиденды различивают вытворцы, высветляла Ганна Лапо. Бренд повинен быть таким, как споживец его легко познавал. Лечится, что змена назвы и логотипа шокотерапия для вытворцы и тянет за собой додатковую финансовую нагрузку. На Могилёвском предприемстве Мясо Перепрацовки маркуют по-своему. Мы не боимся. Затрат больших на нашем предприятии никак не сказались. И на цене продукции абсолютно не сказались. Мясные выробы под новой гандлёвой маркой на белорусской мове поспели оценить покупники у российским Новосибирску. Усю будет смашно. Вытворцы упыльнены, что новая торговая марка на белорусской мове и с таким слоганом будет больше запоминальное для споживцов. А вот для авиадомы Могилёвской швейной фабрики ребрендинг и у перспективы пошук новой назвы мера вымушенная. Предприемство проходит процедуру санасии. Здоровительстворчивость планует за полтора годы. Планируем провести ребрейдинг торговой марки, определенную выработать философию для повышения имиджа бренда и тем самым выстроить новые маркетинговые коммуникации канала сбыта и достучаться до своего покупателя. Справа взрушилась из мертвой кропки. Хоть швейное предприемство и працует в одну измену, но есть стопроцентная загруженность в творчестве на ближайшие 8 месяцев. Новая коллекция – 12 моделей уже ночных полито звалованы. На названных предприемствах упыльнены, говорить с покупником можно и потребно народной мове. Имидж предприемства завсюду вплывает на выбор, а белорусскомовные гандлёвые марки допомагают выучаться загульной массы товаров. Снежана Крижевич, Ганна Лаподян, Ніс Бутилін. Новини регіона.